Был запрещен и за пропаганды не ЗОЖ. Минута пошла. 30 человек собралось в молодежном центре, чтобы проверить свои знания по самым разным темам. Своя игра проводится здесь впервые, однако уже смогла завоевать сердца молодежи. Для участников специально были подготовлены актуальные вопросы, которые бы их заинтересовали. Кроме того, некоторые из них носили юмористический характер, что особенно понравилось присутствующим на игре зрителям. Было разделение очень хорошее, бредовые законы, прям вообще все смеялись просто до слез. Ребята собрали разные законы с разных стран, прям полнейший бред, ну типа наподобие того, что кого нельзя мыть в ванной в Австралии, вот наподобие такого. Организаторы адаптации знаменитой телевизионной игры «Викторины» рассказывают, чтобы организовать для участников такой веселый и полезный досуг, необходимо хорошо потрудиться. В плане подготовки очень много времени занимает именно подготовка вопросов. Чтобы проводить данное мероприятие каждый месяц, мы работаем прям плотненько командой, к этому мероприятию мы готовимся уже более двух недель. То есть каждый день мы исправно сидим по два, по три часа, составляем правильно вопросы. Также идет у нас подготовка листов регистрации, как это мероприятие будет проходить, концепция, подготовка, работа с ведущими и так далее. Все посетившие свою игру в роли как участников, так и зрителей надеются на ее скорое продолжение. Подобным образом, как они рассказывают, проводить свои выходные очень весело. Положительные эмоции остаются на всю неделю. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.